Электронный учебник это такое расхожее название электронно-образовательного комплекса. Это такой аппаратно-программный комплекс, который включает в себя устройство индивидуального доступа и образовательный портал, находящийся такой изолированной, полонепроницаемой мембраной, огороженной в интернете образовательный портал. И вот эта связь между этим устройством индивидуального доступа, этим порталом и организацией учебного процесса на базе этой связи, на базе этого устройства, этого портала и все вместе будем назвать электронным учебником. То есть в наших школах планируется внедрение? Да, конечно. Это внедрение и в школах Екатеринбурга, и в школах Свердловской области равно как это сегодня уже внедрено в целом ряде регионов, порядка 20 регионов Российской Федерации в том или ином количестве уже сегодня это исповедуют, что называется, и поэтому комплексы обручаются. То есть в школах Екатеринбурга еще пока не будет? Мы надеемся, да, это планируется. Вот мы сегодня провели с вашим руководством, рассказываю. Нужно готовить учителей, нужно провести обучение. Это нельзя ввести волевым таким решением, чтобы это зачахло, зачахло, как очень многие начинания, когда неподготовленная почва, неподготовленные, что называется, эксплуатационщики, то бишь наши учителя, те, кто будут. Роль учителя все равно никто не отменял. Мы же говорим об учебнике, мы не говорим об электронном учителе. И учитель должен свой инструмент себе представлять очень хорошо. Поэтому сначала нужно обучить учителей, чем мы и занимаемся. Это будет удобно для всех, когда учитель, а у родителей? Это не просто удобно, это просто сегодняшняя необходимость. Это такая же необходимость, как компьютер на столе у любого, кто чем-то занимается. Понимаете, делать вид, что мир не изменился, делать вид, что мы все равно в 19 веке, и что мелая доска – это достаточно для того, чтобы сегодня дать ученику соответствующее знание, я думаю, было бы неправильно. А в внедрении начнете с каких классов? Сначально, к статаршке или с свиньей? Мы по целому ряду соображений, при консультации с психологами, с педагогами, пришли к выводу, что начинать вот сегодня, на этом этапе мы будем с 6 класса, 6, 7, 8, и через год-два, наверное, это мы спустимся в 5 и так далее. Ну вот, то есть, ну, я не буду сейчас вдаваться в детали, но это целый ряд условий и причин, по которым мы начинаем с 6 класса. Начальная школа, там, один этап развития ребенка, обучение, среднее звено начинается с 5, но 5 такой переходный, ну, там есть целый ряд и психологи, и все сошлись на том, что начинаем с 6 класса. Ну, я думаю, как, ну, как задача максимум, как самый оптимистичный прогноз, со второго полугодия этого года, ну, в смысле, этого учебного года, то есть с января, там, 13-го года, либо уже с сентября 13-го года полноценно, я думаю, ваши шестиклассники в том или другом количестве пойдут уже учиться по новой вот этой вот образовательной парадигме.